друзья всем привет отпуск на ланкаю подходит концу и в этом видео я раскрою все плюсы и минусы отдыха на острове вывод лететь сюда или нет я думаю вы сможете сделать самостоятельно а с меня честный и непредвзятый обзор смотрите далее начнем с общей информации ланкави это малазийский остров курорт в андаманском море в часе лета от куала лумпура столица малайзии сейчас я постараюсь подробно рассказать что ждать от отпуска на острове чем заняться что посмотреть и что нужно знать при планировании отдыха здесь начну с того что отель мы забронировали в районе паттай чинанг это центр туристической жизни на острове здесь наиболее развита инфраструктура магазины лавки кафешки океанариум дьюти-фри обменники все есть для тех кому нужно уединение тишина отдохнуть от цивилизации это точно не сюда пару слов по выбору отеля на ланкави есть своя специфика прежде всего не стоит стремиться во что бы то ни стало забронировать отель на первой линии это не турция не египет с вьетнамом здесь вы не будете часами сидеть в море не вылезая не будете целый день проводить на пляже здесь есть море есть пляж но привычного пляжного отдыха здесь нет в одном из видео сделан подробный обзор пляжа чинанг сейчас скажу кратко море мелкая мутная пляжной инфраструктуры шезлонгов навесов практически нет основная развлекаловка на пляже водно-моторной активности возможно это обусловлено тем что ланкави это курорт рассчитаны прежде всего на малазийцев официально по статистике почти половина населения малайзии китайцы и индийцы а загорание на пляже и купания это не в их менталитете так вот вернемся к выбору отеля при выборе места положения отеля прежде всего ориентируйтесь не на близость к пляжу она близость к магазинам торговым центром кафе рынком дьютикам в нашем случае на чинанге вся жизнь вся движуха сосредоточены вдоль елан потай чинанг что в переводе означает улица пляжа чинанг так как пляжного отдыха и купания в море будет минимум то настоятельно рекомендую брать отель с бассейном это реально будет спасением и лучшим времяпровождением в часы дневного зноя как уже сказано лангкаве это курорт рассчитаны прежде всего на местных туристов со всеми вытекающими последствиями мы ранние пташки и привыкли вставать 7 часов завтракать и идти на пляж по утренней прохладе но здесь на лангкаве это так не работает здесь на лангкаве свой особый режим свой особый уклад который для нас оказался несколько неожиданным вот сейчас восьмой час уже практически рассвело но тут все закрыто лангкаве просыпается где-то в девять в десяти не работает на данный момент ни кафе ни магазины нам даже негде позавтракать сейчас я пройдусь подальше посмотрю может быть какие-то хоть кафешки работают вот у нас здесь есть макдональдс здесь где-то поблизости к фс но они тоже все закрыты девятый час утра макдональдс закрыт где туристы должны завтракать вопрос хотя тут макдональдс халяльный к слову если есть возможность то бронируйте отель с включенным завтраком кафе где можно позавтракать часов 8 утра али бестро рядом с центральным входом на пляж пришли на завтрак в индийское кафе оно тут на лангкаве открывается на чинанге одно из первых потому что завтраками тут как бы для тех кто встает рано есть определенные сложности заказали ротти различных видов это блины с начинками и холодный кофе сейчас посмотрим что что и как нужно понимать что это индийское кафе посетители в своем большинстве это индийцы кухня достаточно специфичная здесь не очень чисто и душно так как нет кондиционера так по ценам ротти с яйцом стоит три с половиной ротти с сыром стоит 6 я заказал ротти с сардинами он стоит 7 а из кофе стоит три с половиной рингита дим что скажешь про завтрак мне понравился валерия с собой взяли блинчик ротти с двумя яйцами и к нему мешочек с приправой так это наш чек в индийском кафе второй вариант раннего завтрака это кафе шелл аут оно находится через дорогу от али бестро если индийский завтрак вас не устраивает добро пожаловать сюда так сегодня сегодня завтракаем в новом месте значит это классический завтрак он стоит 1180 холодной кофе стоит 4 так и мы заказали валера дима и я заказали классические завтраки а оля заказала американский завтрак только непонятно почему он американский здесь круассан это больше на французский похоже какие-то белые сосиски картошка картошка грибы и омлет также масло и мармелад апельсиновый этот завтрак стоит 1780 про сим-карты самый простой способ купить сим-карты 7-11 для покупки сим-карты обязательно нужен паспорт свой паспорт по чужому паспорту продать сим-карту продавец отказался помимо прочего продавец делает фото покупателя сим-картой для отчетности на один паспорт можно покупать несколько симок активация довольно запутанная но продавец все необходимые действия произведет сам 20 ринггит и 10 минут времени и мы на связи наш оператор юмобайл есть тариф на неделю 20 ринггит безлимитный интернет и местные звонки и 40 ринггит тоже самое но на 14 дней при этом второй тариф действует в малайзии индонезии сингапуре и таиланде про обмен валюты обменников не так много не на каждом шагу как в том же тая есть несколько маленьких частных вот там со значком доллара хороший обменник с хорошим курсом он находится этот обменник для ориентира рядом с этим магазином duty free и вот океанариум то есть от океанариума буквально там третий ларек также деньги можно менять в отделение май банка который находится в чинанг моли тут же есть банкоматы в которых можно без комиссии снять деньги с российских карт union pay в частности у нас карта россельхоз банка будьте внимательны если ваш отпуск совпадает с каким-либо большим мусульманским праздником то с обменом могут быть определенные трудности мы попали на ураза байрам и столкнулись с тем что не частные обменники не банк не работали в течение трех дней и поменять валюту на чинанге было невозможно спасла только карта union pay также этой картой можно расплачиваться в дьютиках практически во всех в мелких магазинах и кафе карта работает 50 на 50 во всеми любимых магазинах 7-11 карта не проходит чем заняться на ланкаве прежде всего это путешествие по острову но тут тоже есть свои тонкости на ланкаве нет общественного транспорта варианты передвижения такси аренда байка аренда автомобиля такси удобнее выгоднее всего заказывать через приложение grab или in drive по ценам к примеру такси от аэропорта до нашего отеля на чинанге это около 10 километров стоит вполне разумных денег от 18 до 30 ренгит 47 американских доллара в зависимости от класса автомобиля если же есть желание покататься по достопримечательностям острова оптимальный вариант аренда авто или байка при том что сам по себе ланкаве небольшой его размеры составляют примерно 30 километров в длину и 20 ширину но различные интересные места раскиданы по всему острову аренда авто обойдется примерно от 95 ренгит в сутки наибольшее количество контор по аренде авто находится в аэропорту в зале прилета мы арендовали байк вернее два байка на четырех человек для аренды байка с нас потребовали права и не просто права а с наличием категории м1 благо из трех прав на двух эта категория была вероятнее всего байк дали бы и без этих категорий но возможно пришлось бы доплачивать но это мое предположение байк обошелся в 45 ренгит в сутки плюс депозит по 100 ренгит за каждый с полицией к счастью сталкиваться не пришлось но по отзывам читали что наличие прав проверяют бензин на острове бюджетный стоимость литра около 40 рублей на наши 3 литра бензина обошлось 6,15 ренгит имейте ввиду что на лангкаре левостороннее движение как в англии на острове в целом транспорта немного но например в коахе столице острова там где находится символ острова орел движение довольно активное к тому же могут и притереть и подрезать мы даже умудрились на одном из перекрестков попасть в дтп но к счастью отделались лишь ушибами и ссадинами что обязательно нужно посетить это конечно же прежде всего канатная дорога этническая деревня небесный мост водопады самый зрелищный это водопад семи колодцев он находится недалеко от небесного моста на посещение этих локаций закладывайте целый день во-первых расстояние от того же чинанга примерно 20 километров а это с перекурами с фото остановками минимум час езды в одну сторону посещение водопада потребует определенных физических усилий нужно подниматься в гору по ступенькам в нашем случае даже уже в 10 утра пекло про сам небесный мост и другие достопримечательности острова мы сделаем отдельное видео полностью им посвященное сейчас лишь скажу что рекомендуем выезжать пораньше с утра пока еще не так жарко и чтобы успеть до основного наплыва туристов в общем здесь есть возможность не скучно провести время также стоит отметить что лангкави не имеет каких-либо исторических достопримечательностей конек острова это природные красоты соседние острова море горы водопады перечень организованных экскурсий невелик самое популярное это мангровый тур в геопарк килим который включает в себя морскую прогулку посещение пещеры с летучими мышами кормление орлов прогулку по мангровой реке и так далее стоимость от 50 рингит ну и само собой посещение города куах про орла я уже упоминала большинство туристов приезжают именно сюда чтобы запечатлеть этот открыточный вид который вы найдете в любом путеводителе по лангкави близится вечер возвращаемся на чинанг жизнь здесь начинается с закатом солнца именно в это время практически пустующий днем пляж оживает и здесь собираются тысячи отдыхающих закаты на лангкави красивые пляж чинанг находится на западной стороне острова поэтому солнце садится прямо в море или за ближайшие острова в чем суть его ограждение сколько стоит так пришли на фаер-шоу места бесплатные но нужно купить какой-нибудь напиток напитки в среднем 15 20 рингит за штуку с наступлением темноты на пляже разворачивается огненная феерия шоу начинается с часов 7 вечера и длится где-то до полуночи как такового никакого сценария в шоу нет просто фаер-мэны крутят различные крюки до тех пор пока есть посетители чем еще заняться вечером на самом деле выбор невелик пожалуй кроме фаер-шоу и ростовых кукол в общем-то заняться нечем остается шоппинг и кафе бары рестораны идем касаемо шоппинга прежде всего напомню что лангкави это остров беспошлиной торговли цены на алкоголь шоколад приятно удивляют цены на брендовый в том числе элитный алкоголь ниже раза в два чем на материке и значительно ниже чем в россии одежда обувь парфюмерии в дьютиках тоже есть соотношение цен с материковым оценить не могу не в курсе касаемо какого-либо шоппинга не связанного с беспошлиной торговли то здесь ловить нечего мы летели через кулалу лумпур останавливались там на пару дней шоппинг это там про посидеть в кафешках целом выбор есть начиная от вечерней улице еды здесь на небольшом пятачке собирается пару десятков различных лавок на колесах ассортимент в принципе обширный и тайская кухня и китайская и арабская и малайская подтай пельмени фреша морепродукты шаверма различный фастфуд в наличии и все вкусно не все качественно но выбор есть немного оценок цена за полноценное горячее блюдо начинается примерно от 8 рингвит от двух долларов это что у вас шейк шейка с чего и сколько стоит всем сноса сноса вкусно ну молодцы пошли дальше валера заказал ротти дмитрий юрьевич опять подтай ольги осипованы банановый банановый подтай у нас стоит 13 вы сколько стоит 12 по то стоит 12 рингвит ротти сколько парень ротти стоит 8 рингвит длинный такой вкусно у меня блюдо моё блюдо курица с жареным рисом стоит 13 рингвит кончики три штуки один доллар шашлычки два-три рингвита полдоллара так сегодня у нас вечер тайской пищи кто-то ругается будьте внимательны некоторые блюда очень острые но у спаси не помогает стационарные кафе тут практически все бюджетные никаких дорогих пафосных ресторанов нет а вот если есть желание отведать море продуктов лобстеров крабов омаров то вот тут будет совсем не бюджетно рыбный ресторанчик часто разберемся какие здесь цены и что можно здесь покушать стоимость лобстера от 50 до 100 долларов за штуку в зависимости от размера рыба в районе 20 30 долларов за штуку в среднем от 700 грамм до килограмма каждая есть еще одна проблема малайзия страна мусульманская поэтому в кафе про алкоголь включая пиво придется забыть не подают свинина здесь тоже не в почете в целом выбор кафе есть здесь есть индийские кафе там будет недорого специфично и мягко скажу не очень чисто есть китайские кафе вполне прилично но как и положено китайцев довольно шумно и многолюдно из тех мест где наиболее понравилось это сирийское кафе жасмин она находится прямо рядом с чинанг моло по своей сути кухня практически средиземноморская практически европейская у дмитрия юрьевича рыба в фритюре с картошкой фри и салатик мне принесли мою биф мусаку с лепешкой оле салат цезарь оля до вариации на те вариации да и у валеры мы забыли как называется мак маканчис на за у него называется счет составил 35 долларов на всех что стало полным огорчением это практически отсутствие фруктов на весь район напомню этот центр туристической жизни острова есть всего лишь три небольшие лавки с фруктами при том что выбор сильно ограничен арбуз папайя ананас манго и драгон фрук и все ну ладно хоть манга есть стоимость среднем 10 рингит примерно 2 доллара за килограмм да забыла добавить для желающих есть несколько массажных салонов стоимость от 15 долларов в час но опять же в отличие от того же таиланда без каких-либо продолжений ну вот принципе все что я хотел рассказать плюсы изложил минусы изложил если спросите мое мнение я скажу что он кави это остров для разового посещения еще одна точка на карте мира где мы побывали и поставили галочку вернемся ли мы сюда когда-нибудь еще нет сюда мы уже никогда не вернемся на этом все как говорится спасибо за внимание смотрите мои следующие видео до скорых встреч